Сентябрь подходит к концу, а кажется, что только вчера мы проводили лето. Времена года сменяются, но одно неизменно. Утро с вами встречают наши утренние программы и я, Полина Клеменкова. За окном 22 сентября, четверг. Давайте начнем его вместе. Сегодня необычный день для всех автолюбителей. Ведь 22 сентября – всемирный день без автомобиля. Он придуман сразу по нескольким причинам. Считается, что одним из главных источников загрязнения воздуха стал автомобиль. Пользование общественным транспортом помогает снизить нагрузку на дорожную развязку, а также снижает риск образования пробок. Есть несколько вариантов, как провести всемирный день без автомобиля. Вы можете отказаться от личного транспорта и, например, пройтись пешком, если до работы не так уж и далеко. Это будет полезно не только в борьбе с загрязнением воздуха, но и для вашего организма. А пока вы прокладываете пеший маршрут, давайте посмотрим, чем еще отмечено 22 сентября. День осеннего равноденствия. Ежегодно в конце сентября отмечается День осеннего равноденствия, который имеет значение не только для астрономов, но и для многих людей, проживающих в странах, где дни равноденствия отмечаются как праздники. В этом году День осеннего равноденствия наступает 22 сентября. Дата праздника каждый год своя. В этот день центр солнца проходит через небесный экватор. День и ночь длятся по 12 часов. В следующие сутки солнце занимает южное полушарие, а ночь наступает на день. В старину этот праздник имел два значения – расставание со старым и отдание почестей усопшим. Когда-то в эту пору славяне чествовали солнце. Они просили его о помощи отогнать ночь, надвигающуюся на дом, и вернуть день. Семьи приходили на могилу усопших, прибирали и украшали ее. В центре деревень и селении накрывали столы и проводили пиры и хороводы. Чтобы накормить предков, выставляли молоко, творог, сыр, яйца, капустные пироги. После пиршества мылись в бане, чтобы очистить тело и душу. Незамужние девушки, которые желали в этом году выйти замуж, просили сварога о помощи во встрече суженого. Они проводили похороны мухи, мастерили маленький гробик из моркови, сажали туда муху и закапывали. Во время обряда девушки вглядывались в молодых людей, которые пришли посмотреть на это действо. Таким образом проходили смотрины. Между оконными рамами клали ветки с листьями и кисти рябины с целью охраны дома от темных сил. Есть у этого дня и свои приметы. Если Ива начала сбрасывать листья, то скоро наступит зима. Также считалось, что если в день осеннего равноденствия много паутины, то осень будет длинной, а зима наступит поздно. А если вдруг вам сегодня встретятся гуси, присмотритесь к ним. Если птицы гуляют стадом, это к ветреной и затяжной осени. Сегодняшний день будет легче других. У всех знаков зодиака обострится интуиция, а благодаря ей нетрудно разобраться во всем, что происходит вокруг, понять, как можно и нужно действовать, чтобы достичь цели. Звезды предсказывают, что появится желание учиться и узнавать что-то новое. Кроме того, 22 сентября спокойно складываются личные отношения. А теперь давайте послушаем астрологические советы и узнаем персональный гороскоп на сегодня. Овны. В это время вы можете решить все проблемы и вопросы, которые копились долгое время. Силы и энергия сейчас находятся на высоком уровне, и вы можете свернуть горы с такой работоспособностью. Вечером можно пройтись по магазинам. Тельцы. Сегодня повышается вероятность переломов или других неприятных травм. Так что следует быть более осторожными. Также тельцам рекомендуется посетить стоматолога и проверить зубы. Уделите время своему здоровью. Близнецы. Вам предстоит напряженный разговор с начальником, который считает, что вы недостаточно времени проводите за работой. Не стоит доводить дело до серьезного конфликта. Просто немного измените свое отношение к служебным обязанностям. Раки. Посвятите время образованию и саморазвитию. Это хороший период для повышения своей квалификации и усвоения новых полезных знаний. Почитайте научную литературу. Сходите на профессиональную выставку. В общении будьте вежливы и внимательны. Львы. Чтобы поднять уровень энергии и получить заряд хорошего настроения, проведите день весело. Можно пригласить друзей на посиделки, сходить в кино, выехать за город на пикник. Романтические свидания 22 сентября тоже пойдут на пользу. Девы. Сегодня важный день для карьеры. Внимательно отнеситесь к новым встречам, которые могут стать значимыми и принесут немало дивидендов в будущем. Постарайтесь очаровать собеседника и расположить его к себе при общении. Совсем недавно в городской ферме появилась робо-лама, которая привлекла внимание не только посетителей, но и местных животных. Встреча разношерстных сородичей выглядит интересно, пока дружелюбно встретил нового члена семьи. Настоящая шерсть против гладкого пластика, теплое дыхание против прохлады вентиляторов. Будем следить за развитием их отношений, а пока перейдем к другим новостям. Министерство высшего образования и науки утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена для приема в российские вузы на 2023-2024 учебный год. Соответствующий приказ ведомства вступил в силу 20 сентября. Согласно документу, чтобы поступить в вуз в следующем году, необходимо сдать русский язык, литературу, географию на 40 баллов, математику, физику, биологию и химию на 39 баллов, 35 баллов нужно набрать на экзамене по истории, 30 баллов по иностранному языку, 44 по информатике и 45 по обществознанию. На текущий момент в крупных городах и остальных регионах России наблюдается разнонаправленное движение заболеваемости COVID-19. Рассказал вирусолог, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук Петр Чумаков. Так как в крупных городах новая волна коронавируса вспыхнула раньше, там уже намечается спад, поделился наблюдением вирусолог. В регионах же напротив сейчас наблюдается подъем, отметил он. Я думаю, что в крупных городах спад, который сейчас наметился, будет продолжаться, и мы увидим существенное снижение в течение 2-3 недель. А в регионах, возможно, еще месяца-полтора будет. Этот прогноз очень условный, но мне кажется, что по стране явный спад будет где-то через месяц-полтора. По словам вирусолога, прогнозировать развитие ситуации очень сложно, так как каждая волна и разновидность вируса своеобразны. Кроме того, реальный масштаб волны может быть гораздо больше, так как многие сейчас болеют бессимптомно и не попадают в статистику. Сегодня особая зеркальная дата – 22 сентября 2022 года. Двойка в нумерологии символизирует равновесие и спокойствие. В этот день стоит подавлять свое высокомерие и властность, чтобы потом не пришлось краснеть за свои поступки. Не пытайтесь манипулировать людьми, однако и не берите на себя роль жертвы в чьих-то интригах. Лучше уделите внимание семье и близким людям. Обращайте внимание на разные мелочи, которые на первый взгляд могут показаться неважными. Это поможет точно определить, где от вас скрывается удача. Что еще ожидают оставшихся знаков зодиака, узнаем из продолжения гороскопа. Весы. День должен пройти спокойно, без спешки. Воспользуйтесь этим, чтобы восстановить свою жизненную энергию, и спокойно вздохнуть. Хорошая идея будет сделать приятные покупки для себя и для близких. Вечер проведите в спокойной домашней обстановке. Скорпионы. Смело приступайте к решению трудных вопросов или назначайте непростые переговоры. 22 сентября ваша энергия и решительность помогут добиться успехов во всех делах и получить прекрасный результат. Романтическая встреча вечером будет незабываемой. Стрельцы. День, сложный в эмоциональном плане. Вы заметите, что кто-то распускает о вас сплетни и старается вас очернить. Постарайтесь разобраться в ситуации и выяснить, кто плетет против вас интриги. Чтобы репутация не пострадала, надо сразу пресечь такие разговоры. Козероги. Отнеситесь сегодня серьезно к своим словам и не давайте окружающим пустых обещаний. Не стоит строить больших планов на этот день, так как их будет сложно выполнить. Старайтесь больше времени посвятить родным, проведите уютный вечер дома. Водолеи. Вам надо быть готовым к неожиданным событиям и встречам, которые готовит этот день. В первой половине могут возникать трудности и заминки в делах, но ближе к вечеру вы можете встретить важного человека, который вскоре станет очень близким. Рыбы. Руководство, несомненно, оценит вашу высокую трудоспособность. Это может самым лучшим образом сказаться на вашей будущей карьере. Вечером хорошо сходить со своей половинкой в кафе или встретиться с друзьями. Совет от звезд мы получили, а теперь самое время послушать авторитетное мнение нашего литературного гуру Сергея Чернавина. Вашему вниманию представляем новую подборку увлекательных произведений на вкус любого, даже самого привередливого читателя. Приятного просмотра! Пантелеймон Романов «Русская душа». 20-й век оказался богат на талантливых деятелей искусства, несправедливо забытых в силу разных причин. К таковым по праву относится и Пантелеймон Сергеевич Романов. В 20-х годах прошлого столетия один из самых известных и издаваемых советских писателей. Он оставил богатое наследие. 12-томное собрание сочинений, объединившее произведения разных жанров. Романы, повести, рассказы, пьесы, реалистично отображающие современную автору эпоху со всеми ее злободневными проблемами, ничего не приукрашивая, не выдавая желаемое за действительное. В предлагаемый читателям сборник вошли повесть детства и ряд рассказов авторов. Повесть богата бытовыми зарисовками и картинами природы, показывает нам типичную деревенскую жизнь, увиденную глазами ребенка, ярко, выпукло, со множеством подробностей. Герои рассказов Романова – обычные люди, раскрывающие в разных ситуациях свой сложный и противоречивый внутренний мир. Кто-то из них задумывается о смысле жизни, о выборе пути, кто-то о причинах неудач и своем месте в жизни, а кого-то волнует вопрос любви и свободы личности. В книгу вошли и юмористические рассказы, и серьезные психологические произведения, в которых сочетаются и лиризм, и ирония, а трагедия соседствует с сатирой. Читая сегодня рассказы Романова, мы слышим голоса той далекой, непростой эпохи, погружаемся в жизнь людей, отдаленных от нас столетием, и сопереживаем их проблемам, заботам, тревогам и надеждам. Константин Бадигин, корсары Ивана Грозного. Вторая половина 16 века. Московская Русь втянулась в тяжелую и разорительную Ливонскую войну. Русские полки рвутся к Балтийскому морю, дающему простор для торговли и процветания державы. Но это не устраивает ни Швецию, ни Речь Посполитую, подбивших на войну с Русью крымских татар и Ацманскую империю. Однако не так прост московский самодержец, помнящий пословицу о том, что на войне все средства хороши. В книжной серии «Красный капитал» выходит одно из самых известных произведений, авторы исторических трудов и историко-приключенческих романов советского писателя Константина Сергеевича Бадигина. Исторический роман «Корсары Ивана Грозного» рассказывает о годах правления Ивана IV, отмеченных упорной борьбой за выходы к Балтийскому морю, открывающий путь к свободной торговле и процветанию державы. Во второй половине 16 века обстановка на Руси накалилась до предела. Казна истощилась затянувшейся Ливонской войной. С юга на русскую землю совершают набеги крымского хана Давлет-Гирея. А о центральных областях страны свирепствует голод и чума. В Москве царь Иван Грозный занят жестокой расправой со своими врагами, реальными и мнимыми. В этот тяжелый период шведские и литовские корабли блокируют Нарву, важный торговый порт. Для борьбы с морским разбоем царь принимает на службу датского моряка Карстера Радеа, которому поручено создать русский корсарский флот. На страницах книги читателя ждет захватывающее сплетение событий и судеб. Грозные царские опрычники и простые крестьяне, отважные воины и мореходы, купцы Строгановы, прокладывающие новые торговые пути и осваивающие новые земли в Сибири. Раздвигая границы русского государства, героям романа предстоит пройти долгий и очень интересный путь. Сборник мордовская кухня. Вы пробовали когда-нибудь медвежью лапу, пачат или керзис сивиль? А пили медовое пуре? А свекольную позу? А ржаную брагу? Традиции мордовской национальной кухни живы и по сей день. В новом красочном сборнике собраны сотни рецептов. А цветные фотографии блюд, праздничных столов, интерьеров, ресторанов делают издание уникальным. В книге вы найдете самые лучшие, самые вкусные и полезные блюда из рациона мордовских народов. А также рецепты кушаней, популярность которых распространилась гораздо дальше Мордовии. Способы готовки описаны с максимальной подробностью, раскрывая секреты приготовления тех или иных блюд, маленькие хитрости и традиционные методы. Словом, приятного вам аппетита! Многие семейные пары, даже самые счастливые, иногда испытывают небольшие трудности. Чтобы повысить прочность семейного союза, каждая страна должна прикладывать усилия. Подробнее на эту тему поговорим с профессиональным психологом Татьяной Авдонькиной. Все внимание на экран. Доброе утро, дорогие зрители! Мы продолжаем с вами говорить о прочности семейного союза. Дом – это фундаментальное начало нашего счастливого брака, счастливой семьи. Но дом – это не только стены, не только мебель, которые нас окружают, не только быт, а это качество тех отношений, которые нас связывают. И на прошлой нашей встрече мы поговорили о том, что разрушает отношения. А сегодня мы поговорим о том, что же будет их укреплять. Итак, базовым фундаментом крепких отношений является доверие и уважение к партнеру. Доверие – это принцип, который основывается на дружеской связи между супругами. То есть дружба – это намного больше, чем любовь, чем сексуальная страсть. Доверие – это то доверие, которое подтверждает нам, что я могу на тебя положиться, я могу на тебя ждать от тебя поддержку в трудную минуту. То есть доверие. И если оно подрывается, то это мешает супругам выстраивать теплую эмоциональную связь. Уважение – это ценность другого человека, ценность того, с кем мы строим наш союз. Конечно, в результате семейных историй много что у нас меняется. Мы в результате каждодневного проживания встречаем не только приятные, радужные представления о нашем супруге, но и какие-то негативные стороны его характера. Но когда мы помним, когда мы видим и подчеркиваем не только то, что в нем есть плохое, не только то, что нас не устраивает в его поведении, но и что нам нравится, это рождает у нас эмоциональную такую вот теплую привязанность и ценность того, с кем мы живем. Вообще баланс эмоциональных состояний, позитивных и негативных, очень важно поддерживать в семейном союзе. И для этого нужно выделять специальное время. Считается, специалисты утверждают, что 20 минут ежедневного времени, который мы уделяем сохранению и укреплению нашей теплой эмоциональной связи, помогают не только укрепить наш союз, но также помогают оставаться нам здоровыми, укрепляют нашу иммунную систему, делают нас более устойчивыми к заболеваниям. Как это может проявляться? Это прикосновения, объятия, поцелуи, просто время, направленное на другого человека, всего 15 минут в день, и у вас уже будет тот банк позитивных эмоций, воспоминаний, которые хранятся и в вашем сознании, и в вашем теле, и в ваших эмоциях. Проживание каких-то позитивных моментов вместе. Негативная сторона решения конфликтов, конфликтных ситуаций, выходит на берег примирения, когда у вас есть в воспоминаниях много позитивных моментов. Поэтому эти позитивные моменты обязательно нужно создавать. Совместным просмотром фильма, какой-то прогулкой, романтическим вечером, просто общением на любые темы. Ведь союз, брак, семья – это пространство, когда мы друг друга узнаем больше. И с годами этот союз должен только углубляться, укрепляться за счет того, что мы друг от друг друга очень много знаем на основном, что связывает. И если этих позитивных моментов больше, то, конечно, брак, лодка выплывает на берег мира и счастья. И еще один момент, который я хотела бы подчеркнуть, спасительный от разрушения союзов – это наша способность начинать все диалоги мягко, смягчать их. То, что начинается жестко, то, что начинается с претензий, с критики, с какого-то негатива, и заканчивается разрывом. И если в ваших коммуникациях, если в ваших конфликтах вы будете стараться начинать обсуждение сглаженно, мягче, то это будет сохранять ваш союз. Что значит «мягче»? Это значит начинать с обозначения того, что происходит с вами, а не то, что у другого человека. Начиная с себя, говоря о своих чувствах, рассказывая о том, что другой делает, а не то, какой он, вы смягчаете вход в любой конфликт, а значит у вас появляется возможность и закончить мирно, и договориться, выйти на какой-то компромисс, и прийти к примирению, и двигаться дальше по жизни, счастью и любви. Всего вам доброго! Думаю, мы достаточно напитались новыми полезными знаниями. Надеюсь, вы используете их на практике во благо укрепления ваших отношений. Новый день с вами встречала я, Полина Клеменкова. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!